Я могу здесь зарабатывать миллион, не упахаться, притом путешествовать каждый месяц, притом ходить по массажным салонам, вот с приезда, я еще, знаете, этот салон посетил, тот салон посетил, сегодня я иду на электролазерную апелляцию, вчера я была на самурайском массаже, то, все, то есть не упахиваясь, коллеги, зарабатывать миллион, представляете, плюс признание, плюс, не знаю, все, что вот это, вот это признание, да, на сцене, аплодисменты, ну вот это, то, что тебя уважают, то, что тебя хвалят, вот это все для меня тоже было очень важно, все это здесь я получила, коллеги, уважение, ну я не знаю, мне вот это все нравится, мне все это хотелось, и я поняла, что именно в сетевомаркетинге это все есть. Почему? А, это было про сомнения, писать в соцсетях про свои сомнения, были у вас сомнения, не были сомнения, я так и пишу, что у меня никогда не было сомнений, если у вас были сомнения, вы раскроете, что за сомнения, как вы с ними поборолись, ну как вы их преодолели, эти сомнения, да, то есть круто было бы еще помимо интернет-магазина в соцсетях ввести обязательно аккаунт про сетевой, коллеги, потому что продукт продуктом, вы продаете продукт, но мы опять все-таки понимаем, что нам нужно еще создавать филиалы, чтобы создать филиалы, людям надо об этом рассказать, и вот именно бизнесовый аккаунт это привлечение людей на открытие таких же филиалов, которые будут вам только приносить проценты, понимаете? И вот мой инстаграм-аккаунт и мой аккаунт ВКонтакте, он как раз привлекает таких людей, которые открывают себе такие же филиалы, магазины Сибириан Валанс. Коллеги, я уже много раз рассказывала, что через инстаграм, через соцсети, ну половина моей сети это через соцсети, коллеги, через инстаграм, через ВКонтакте, поэтому я вам опять-таки говорю, нужно обязательно еще такой аккаунт ввести. Да, я понимаю, надо себя побороть, начать писать, смотрите аккаунты наших партнеров. Очень много наших партнеров пишут, вы можете их посты переделывать, вы можете у них брать вдохновение, у меня читать, много, много же у нас лидеров, которые пишут, все наши партнеры, даже если набрать хэштег «Сибирская здоровье», то вы увидите очень много абонентов, аккаунтов, которые пишут про это. Вы можете у них брать вдохновение, коллеги, то есть смотреть и переделать эти посты, или писать что-то подобное. Но это тоже надо делать, потому что мы помимо продаж своего магазина должны еще быть в поиске партнеров, то есть людей, которые по вашей ссылке откроют тоже филиал. Этот филиал научил, этот филиал, то есть вот эти последствия. Пришел, пришел какой-то коллеги, что ваша уверенность, что вы готовы здесь работать. А не так, ай, бля, ну-ка, теряюсь, бакет, бакет, а может надо, а может не надо, а может я не теряю, а может не ехать, а может выложить, а может не выложить, а может написать, а может не написать, а может это, а может это, а может это. Получит, я получил. То есть пришел это уже когда без этих всех сомнений ты готов всем заниматься. Не просто заниматься, ты принял решение здесь работать, зарабатывать, коротить себя, семью, обеспечить не то, что всю свою жизнь богатством и свободой, то есть еще это все оставить своим потомством, коллеги. Пришел, это тогда нужно 100% вероятность, у нас здесь есть вероятность, это еще только на 5,5,5,7, вероятность, где один Сергей приглашал, но, коллеги, сейчас она со 100% вероятность пришла сюда. Уже у меня нет сомнений, буду, не буду, получится, получится она. Ежедневно делайте действие, потому что понимаешь, что у людей есть сверху, понимаете, потому что оно уже сотревшее. Тут надо сотреть коллеги, если у вас еще кто-то с сердцем не дадите, а на 5,5,6,7, получите, что с вами случится, если вы идете в своей мечте, и что с вами случится, если вы будете отразиваться. Кто-то пришел, первое из 4 правил обязательного субъекта, пришел это как-то в кофе, как всего-то в сердце. Следующее это получился, получился в целом один процесс, потому что ты должен уметь делать все, уметь передать это все своему филиалу. Пришел, научился, победил, то есть все, ты все умеешь, у тебя уже есть результат, ты научился в словах 10, 20, 30 тысяч рублей, и передал другому. То есть ты открываешь филиалу своего друга, друг открывает филиалу, ты думаешь, что он получаешь. Когда ты в последующее действие, своего друга обучить то, что там уже пришел, научился, победил, другому, чем другого. То есть друга тоже учишь открывать таких же филиалов. Кто друг учит других отбывать филиалов? Представляете, вы смотрите, вы открыли эти филиалки, вы открыли здесь филиалки, здесь филиалка, здесь филиалка, здесь филиалка, здесь филиалка, здесь филиалка. Представляете, какая большая сеть. То есть за всей сети из каждого филиалка мать вам будет 20%. И, блин, вот это действие, вот это посередание, что он научился, что он видел перед ночью уколом, обязательно сможешь соблюдать. Ну а чтобы это все соблюдать, чтобы научить укол, вам уже самому научиться и ответить себе на вопрос, почему я это не доделываю, почему я не веду аккаунт по бизнесу, почему я не приглашаю, почему, почему, почему я не доделаю все это, и надо вам сегодня ответить на все свои вопросы, которые сидят внутри вас. Так вот, переходим к новичку. Я новичку объясняю, что нужно открыть центральный магазин и открывать филиалы. А чтобы филиалы открывать, тебе надо всему этому научиться. Плюс еще свой магазин привлекать людей через другие соцсети. И плюс еще вести список знакомых, потому что есть такие знакомые в нашем списке, которые с документ вашего телефона книжки. И когда вам есть этот человек с близким знакомых, ты более-менее думаешь об этом человеке, и начинаешь думать, как же его найти. Например, у меня есть воспитание на сосадике, естественно, я уже давно не работаю на телефонах, но я общаюсь с ее точкой. Получается, через точку я могу найти ее контакт, переложить в пользу с таким продуктом. Естественно, так как я живу маленько в городке, я могу срочать себе гостя, что-то подарить, то есть коллеги список знакомых. Идем, потому что эти знакомые тоже ваши знакомые, и тоже ваши специальные клиенты, которые могут уходить в ваш магазин, а они уходят в соседние магазины. Чтобы они уходили в ваш магазин, вам надо одеветься, заеметься. Я тоже открыла в такой магазин. Не хотите, пожалуйста, уходить в соседний магазин, а не хотите уходить в моем магазине. И чтобы с этим человеком уже, ну, у этого же человека уже могут возникнуть какие-то там дружеские отношения с тем магазином, то есть он может зарегистрироваться, стать партнером. Чтобы вот этого не произошло, вам надо сделать это в сфере. Список знакомых нужен для того, чтобы вы рассказали своим знакомым о том, что у вас есть магазин, а не успели другие это сделать. Список знакомых мы введем в сюжет. Итак, у кого еще до сих пор нет список знакомых, коллеги! Как за выходной опять здесь, сегодня и завтра, начните, пожалуйста, из тебе знакомых, совсем-совсем-совесь, совсех-совсем людей, спишите с вашего рождения. Это дети, с которыми высадились сразу пишите, просто проявленные. Напишите сайти, напишите имена, кого вы помните, отходите фотографии, пишите эти имена, которые вы помните, потому что я даже не хочу, чтобы вы себя помните, я кажется, что может сделать, я даже занесена, И вот, воспитайте, напишите, может быть, еще заведующая жива, и вы понимаете, что Аня, она жива, у заведующих детей. Есть, может быть, внуки уже, может быть, кто-то, которым может стать вашим лучшим, вашим коллегам. Этот список можно писать для того, чтобы когда-нибудь из этого списка находились люди, и вы им отправили просто сообщение, привет, я кульнару, будешь на меня, или привет, о, привет, давно не видишь. Созванивались, слушай, чем сейчас занимаешься, как у тебя дела, а вот я работаю в сибирском здоровье, это продукты для красоты и здоровья. Если тебе эта тема актуальна, если тебе что-то интересно, пиши мне в личку, или вот вступай в чат, или ты всегда ко мне можешь обратиться по теме здоровья, заявить своему окружению, что ты в сибирском здоровье, и что ты не просто, может, работаю, может, не работаю, занимаюсь, может, не занимаюсь, я не понимаю, чем я тут занимаюсь. Итак, коллеги, я здесь работаю, и все сработают, понимаете, что ты срабатываешь, коллеги, когда ваши знакомые начинают работать с привозками, когда я сейчас занимаюсь с привозками, вы же понимаете, что он срабатывает, коллеги, когда вам нужно и вы приглашаете эту медсестру и платите ей, и говорите, ой, спасибо, вот, что ты здесь ко мне приходила, и спасибо тебе большое. Нет, вы понимаете, что она срабатывает, но все равно здесь заплатите. Хотя она говорит, ой, да что, не надо, не надо. Вы же понимаете, что это ее работа, вы ей платите за работу. То же самое, вы можете даже понимать, что вы работаете. Вот я новичку все это объясняю быстро, коротко, и объясняю, что это работа, за которую вы не должны получать заход. Поработал лучше, поработал не получил. Тут тоже, ребята, понимаете, сколько часов вы отходите на эту работу. Коллеги, когда вы приходите на обычную стандартную работу, на нем, да, вы приходите на 8 часов. За эти 8 тысяч часов вы получаете свои 20, 30, 40, 50 тысяч рублей. Но вы готовы за эти деньги отпахать 8 часов в день, 40 лет больше своей жизни, чтобы дойти до пенсии. 12 или 17 тысяч рублей пенсии. Вы готовы 40 лет, каждый год в день 8 часов отрабатывать на этой работе. А здесь вы работаете 1-2 часа, и вы хотите получить еще больше. И ждете миллионы. Вы работаете 1-2 часа. Время, чтобы зарабатывать хорошие деньги, даже не понимать, можно больше времени оплатить. Если у вас до сих пор это все не получается, значит вы не доделываете. Значит больше действий делаете. В соцсетях писать. Может быть, память. Может быть, авторосылки на сегменты. Может быть, по списку какого больше писать. Может быть, какой-то контент придумать уже на YouTube, где это все работает. И доход от этой работы зависит от времени, сколько действий вы проделаете. Если вы тратили, то просто задумайтесь, опять-таки сейчас, пока я говорю. Задумайтесь, сколько часов на сетевое, на сибирское здоровье для завтра вы тратите. Один, два, три или восемь часов. Естественно, когда вы тратите 8 часов, то уже доходы идут. Когда вы тратите 1-2 часа, то уже, естественно, любой доход. Но это ваш дополнительный доход 1-2 часа. То есть у вас есть, наверное, какой-то веселый доход, у вас будет пенсия есть. Вы понимаете, что у меня еще есть пенсия, что у меня до сетевого 1-2 часа достаточно. И все получается, естественно, сколько времени усилия вкладываете, сколько доход получается. Это все законодательное, это все само собой вещество. Об этом на речке я тоже говорю. Один-два часа тратишь, и получаешь свободный доход. Но это уже что-то, чем вообще ничего не делать. Чем ходить с днём на работу, получать 23 тысячи рублей, и какого накопления проектов не иметь. Лучше еще иметь добавительный доход. Если ты крест, ты можешь уже начать зарабатывать, а потом уж как-то достать. Настанет время идти на работу, ты уже подумаешь, надо для себя работать. Когда ты 1-2 часа уделяя, помимо детей, семьи, готовки, 1-2 часа уделяя сибирскому здоровью, уже вышел на доход 20-30 тысяч рублей, а там ежедневно работая, получать тоже доход, может быть, тебе уже попробовать сибирскому здоровью работать целый день. Понимаете? Вот уже в декретном отпуске у человека возникает вопрос, а надо ли мне идти вообще на работу. Зачастую так. Так вот, я вот это все новичку объясняю. Открыть филиал, искать людей для параллельных филиалов, от себя, а нет, от себя, от твой магазин и искать людей, которые тоже будут открывать филиалы. Плюс расширять свою аудиторию магазинов через соцсети. В соцсетях тоже информировать этот продукт. Плюс в соцсетях ввести аккаунт по привлечению людей, которые будут открывать себе филиалы. Плюс ввести список знакомых, выполнять его постоянно, просить своих же знакомых еще знакомых. Или просить, чтобы они добавили, ну, отправить каждому своему знакомому ссылку на ваш клиентский чат, и сказать, пожалуйста, вы просите, пожалуйста, мою ссылку по своим знакомым, или по своим чатам, может быть, я там выполняю свой чат. Это моя работа, сейчас прям я здесь работаю только, это моя основная работа, это мой клиент. Раскину, пожалуйста, мою ссылку я буду очень благодарен. И вы понимаете, что если вам много раскину, можно вам хоть подарочек сделать, потому что долг и тяжелый раскину. Все, коллеги, вот, выполняйте. А еще плюс, получается, своих знакомых соцсетях просите рекомендации. Или с вашей структурой раскину, или прямо на конкретном номере, кому он здесь вам не заходит. Это вся наша работа. Это все объясняет, почему. Говорю, давай создать рекомендации спечатку. Создать рекомендации сейчас будет легче, чем 3-х годов. Говорю про соцсети, как начать писать, и говорю, давай создать рекомендации спечатку. Всех хопом добавить и отправить шаблон. Шаблоны тоже предоставляю. Коллеги, вот это все объясняю, а потом говорю. Ну, у нас, в принципе, есть обучение. Это спринт спечатку. Вот спринт, который стартал он. Делю назад ты можешь зайти и посмотреть все эти шаблоны, посмотреть, что за обучение. Потому что ты в своем плече тоже можешь туда добавлять. И все. После этого и лег. Говорю, стартой через два дня. Я тебя через два дня туда добавлю. Вот после того, как я все объяснилась и идут наши работы, я уже добавляю на себя. Коллеги, никогда ни разу в жизни не добавил человек, мне объяснили на эту жизнь. Потом уже человек сам принимает решение. О, ушат, охереть, как у вас много действий. Пусть и останутся в своей 20-ти тысячной работе. Мне не нужны все. Я говорю, блин, ладно, это был выбор. Смотри, дальше наблюдать в самых запасных сетях. Если ты принадумаешь, пиши. Вся наша работа – это создание местного чата. И искать людей на открытых таких лям. Все. Все. Человек остается. У меня есть такие люди, которые мне написали. Все. Я хочу сменить свою жизнь. Давно с тобой наблюдаю. Блин, круто. У тебя так все круто. Я вижу, что у тебя у девочек получается. Своих последователей. Я так тоже хочу, и у меня тоже все получится. Я объясняю. Я говорю. Надо открыть вот это. Заниматься товарооборотом. И это на своей основе. Но на то, в конечном итоге ты выйдешь на хороший доход. Я говорю. Я говорю. Ахереть. Вы шаг. Нет. Только работаем. Я готовлю свою работу после часов на два-три-три-три-три-три-три-три-три. Я говорю. Окей. Она наблюдает. Но. Наблюдающие люди тоже приходят коллеги. Много. Много раз так было. Наблюдали. 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 А потом говорят. Блин. Я все-таки. Все-таки. Твоя же меня маня. Я все-таки хочу попробовать. Их с тобой. Пусть из чат вести. Хотя мне стремно. Хотя мне стремно статусы выкладывать. Хотя мне стремно сторисы выкладывать. Ну. Я так. Ну. Меня стремно. Пусть из чат в чат. Пусть из чат. Пусть из чат. Я не знаю. Я стесняюсь себя достать. Я не хочу себя достать. Я говорю. Ты понимаешь, что это твоя работа. Ждутся за дня в день. И с час в час. Приходят на остановку. Он никого не достал. Потому что это его работа. Магазин. Петерочек продает. Это ему работа. Кассир. Почтательон. Приносит. Потому что это его работа. Я же не говорю, что ты склепалась. Мы считаем, что каждый день не мою. Никуда мог это проходить. Это его работа. Мы все понимаем. И люди так же будут понимать. О. Классно. Саша. У меня начала работать. Классное действие. Да. Достала. Но кто-то забывает. Значит. Саша срабатывает. Она все делает. Без места. Не устала. Не переставая. Понимаете? Люди просто понимают, что это все классно. Коллеги. Я бы так много рассказала уже сегодня. Я хотела сказать только, что у нас два новичка. В понедельник у нас там новичка. Но прежде чем добавить новичка в это обучение, надо обязательно сказать, что сработает. Потом добавить на обучение. Между прочим. Потому что у меня зачастую чаты создаются из какого обучения. Создать чат. Контролировать. Помогать. Со словно приглашать. Еще методы давать. Еще обучить. Как создать. Кстати. На второй неделе сприта как раз обучает стори-тейлер. Вот. Как сторис рассказывать о том, что ты пришел с судьбой. Вторая неделя сприта. Об этом тоже говорю. Говорю, что у вас. Один новичок второй неделе обязательно смотрел. Там как раз в сторисе. То есть вот, коллеги. Я новичка прокатываю и сейчас у нас в торже начинается стрелять. Я вам тоже рекомендую каждому новичка подготовить, поздравить на стрелку. Даже можно на стрелку в принципе не отправлять. Просто я говорю, есть вот такое обучение. Посмотри какие-то шаблоны может быть, что-то может теперь там ты свое из себя возьмешь. Потому что твоих точков тоже можно потом туда отпадать, если ты посчитаешь нужды. Все, коллеги, вся моя работа. Затем заключается. Я конкурентирую, рассказываю и отправляю. А потом отправляю в эту планку. А потом постоянно помогаю с расширением его клиентской сети, магазина. Задаю мне вопросы, я отвечаю. Вся моя работа отвечает на веб. Эту работу я делаю с телефона. Я эту работу могу и у себя марски проделать. Могу на мотивах проделать. Могу в Америке проделать. Я ничего не завишу. Завишу только от интернета. Чтобы постоянно был у меня интернет. Все, коллеги. Вот моя работа. Я эту работу не предлагаю в тежемесячный план. Вот. Вам я вот это тоже предлагаю. Вот это тоже. Даю эту всевозможность. Вам также говорю, чтобы начать работу уверенно. Вопросы в компании, где очень сильные. Очень сильные. Очень сильные. В полной уверенности, что вы хотите быть здесь. Все, коллеги. Если есть вопросы, задавайте. Если нет вопросов. Все, пока. Всем хороших выходных. Есть вопросы? Гуршат, здравствуйте. Меня слышно? Здравствуйте. Меня слышно? Здравствуйте. Отлично слышно. А. Это Ольга Левина говорит. А то я часто задаю вопросы, а не представляю. А почему-то… Ольга, а тут почему-то вас не видно, что это вы говорите. Я научник, может быть, сейчас, и поэтому не знаю. Я даже сейчас в начале смотрю, что это… Да. Ну, ладно. Ну, когда человек говорит, мне вычисляется, кто говорит. А вот вас вот не видно почему-то. Ну, все. Хорошо. Ольга, очень приятно. Вы в чьей команде, Ольга? Я у Светланы Власовой и Медвитовой. А, все. Понятно, да, понятно. Хорошо. Ну, просто интересно, с чьей командой задается вопрос. Ольга, очень приятно. Вчера в офисе с Светланы Власовой мы немножко поработали. Я вот еще учусь, конечно, в статусовой кладовую и сейчас завела. Веду его в ваши деньги, что удобно, мне очень нравится. Спасибо вам большое за эту работу. Всем лидерам, кто этим занимается, что готовится. Я потому что… Да, все очень удобно. Я… Ольга, а вы были до этого в каком-то сетевом? Я с Арифлейм. Да, я с Арифлейм. Я с Арифлейм, там у меня была уже команда хорошая. Ну, по разным причинам. Да, да. Очень муж ревновал к сетевому, не понимал, что такое. Хотя он был на… Ну, твоя суть, как бы, если человек по жизни, что я все наразила Арифлейм за его ревность. Знаете, такое, да? У меня такой вопрос. Вот, Шарф, вот… По нашей работе, понятно, да? Просто уже на презентации был человек, она говорит, что всю жизнь, получается, мы должны приглашать в первую линию. Да? Все время. А где же суть… Спасибо. Пассивного дохода, чтобы, вот как вы говорите, тоже хочу отойти, и чтобы был доход. Понятно, лидеров, ну, как бы сколько там, 3-5, от этого зависит в основном доход. А вот как пассивность… Надо все равно нам всю жизнь, как бы, чтобы какой-то как отрыв от лидеров был. Да, Ольга, я все поняла, давайте я отвечу на этот вопрос. Коллеги, тут все зависит от вашей жадности. Вот я сразу об этом могу сказать, да? Потому что, смотрите, все зависит от того, какой пассив вы хотите. Пассив в 100 тысяч рублей, в 200, в 500 или в миллион, понимаете? Вот я уже вышла на абсолютный пассив в 500-600 тысяч рублей, но дальше я продолжаю работать. Также приглашаю в первую линию, я также обучаю, вот эти созвоны веду, структуру развиваю, да? Ну, во-первых, еще что мне делать, во-вторых, я это умею отлично делать, еще я могу многим-многим людям помочь, я продолжаю эту работу. Мы вчера вот, кстати, на встрече об этом говорили. Мой наставник, которая пришла всего лишь на 1 год раньше мне, уже 5-6, а может быть 7-8 лет, уже совершенно ничего не делает. Она вышла на пассив в 500 тысяч рублей и все, больше ничего не делает. Этот доход ей каждый месяц капает. Вот смотрите, она руби-лидером стала 8 лет. Так, я в 11 лет в компании, она на год раньше пришла, 12 лет. За 3 года она сделала статус руби-лидера, где вышла на доход от 500 тысяч рублей. То есть, получается, 9 лет назад она вышла вот на этот пассив и уже, ну, не знаю, 5-6 лет уже совсем не работает, вообще не работает. Ни мероприятия не проводит, нигде сама не участвует в мероприятии, не ездит. Все, мы ее нигде не видим, все, ее нет. Она просто пассивная. Нет, ну я вижу, где она живет, я вижу ее тачку, я вижу ее большой дом, потому что я проезжаю, ну, проезжаю мимо ее дома. Бывает так, в Казани она живет в коттеджном поселке. Я вижу, знаю, что она существует, что она есть на последнем мероприятии, она у нас была в Казани. То есть, этот наставник есть, ее доход капает 500, 600, 700, 800 тысяч, я не знаю, я знаю, что от 500, потому что руби-лидеры получают от 500 тысяч рублей. Но одна из веток, чтобы стать руби-лидером и выйти на доход от 500 тысяч рублей, нам нужно 5 профессиональных веток выстроить. 5 веток, которые независимо от вас получают от 100 тысяч рублей и имеют свой доход. Вот в 5 веток, говорит, 100% будете получать вот этот пассив. Но у Лили уже там и не только 5, но 5 профессиональных 100% веток у нее есть. И получается, коллеги, а у нее вроде бы даже 6 веток. Ну ладно, не важно. Вот получается, она 5 веток этих вырастила, и эти 5 веток стабильно. Одна из веток это я, но своим вышестоящим наставником. Еще под Лилией есть мой вышестоящий наставник, то есть у нее уже стабильные вот эти ветки. Вот, коллеги, надо вырастить 5 веток, 100% независимых от вас, чтобы 100% 500 тысяч рублей был пассив. Но ради этого можно, в принципе, 3, 4, 5, 10 лет поработать, чтобы выйти на пассив 500 тысяч рублей, и потом уже можно не работать. А потом по поводу пассива 30 тысяч рублей. Коллеги, 30 тысяч рублей это, в принципе, 5 тысяч баллов. Если ваша структурочка или вот ваш магазин, филиал ваш, ну, магазин, интернет-магазин, приносит вам ежемесячно 5 тысяч баллов, в принципе, ничего не делая, просто консультируя, не приглашая еще в первую линию. Если у вас там 2, 3, 5 человек появились, которые тоже свои магазинчики завели, и 5 тысяч баллов у вас стабильно получают. Вот, может быть, 6, 7, вот в этом случае, если вас устраивает пассив 30 тысяч рублей, вы можете тоже ничего не делать. Вот, когда мне люди говорят, о, Гульшат, здесь пожизненно работать, я говорю, так, стоп, какой доход тебе нужен был в самом начале? Она говорит, ну, 30, я говорю, ты добилась 30 тысяч рублей, вышла на 5 тысяч рублей, а на 5 тысяч баллов? Она говорит, да, я говорю, так успокойся, все, введи свой клиентский чат, потому что это на автомате шаблон только выкладывать, и все, больше ничего не делать. 5, 7, 8 тысяч баллов у тебя и так получается. Ну, все, в принципе. Она говорит, о, ну, мне же 30 тысяч мало, я хочу 50, 80. Я говорю, а это уже другая история, это уже твоя жадность. Понимаете, коллеги? Вот тут все зависит от вашей жадности и от того, какой пассив вам нужен. Вот, я хотела стать руби-лидером, это вырастить 5 профессиональных меток, и как мой вот вышестоящий наставник Елика Вдрахманова, выйти на пассив 500 тысяч рублей и вообще ничего не делать. Ну, меня тут занесло, мне оказалось, не то, что 500 тысяч мало, действительно, 500 тысяч для жизни хватает. Я вам вот с уверенностью могу сказать, хватает в том случае, если у вас нет кредитов, долгов, вы не строите дом, вы купили там сколько вы захотели квартир купить там, не знаю, у вас двое детей, вы двое детей обеспечили еще жильем, если вы хотите этого там, да. В принципе, я вот не всегда считаю нужным еще и детям жилье купить, потому что, в принципе, по жизни они же тоже должны заработать себе что-то, да. Вы можете им обеспечить безбедную старость, там, безбедное будущее по 100 тысяч рублей доходы, вы плачете своих 500 тысяч рублей, да, квартиру они, в принципе, могут сами себе приобрести. Или уж из этих 100 тысяч вы можете купить им квартиру по ипотеке, и 100 тысяч рублей не им давать, а им по ипотеку платить. То есть, когда у вас все дыры залаты, вы на автомобиле ездите, если вам, опять-таки, нужен этот автомобиль, да, 500 тысяч для жизни, в принципе, хватает. Я на 500 тысяч года три живу, я считаю, что 500 тысяч хватает прям вот, прям-прям хватает. Отлично. Пассив. Оля, я ответила на ваш вопрос по поводу пассива. Все зависит от того, какой пассив вы хотите. Если вы хотите 30 тысяч рублей, устаканьте свои 5 тысяч баллов, чтобы у вас 100% шли эти 5 тысяч баллов. А может быть, уже за вами есть последователи, не один человек, коллеги. А чтобы 30 тысяч рублей пассива пожизненно держать, надо 3-5 человек привести, которые откроют такие же филиалы, и не просто открыл и закрыл, тогда не ведет его, а стабильно растущие такие же филиалы, 3-5 человек, которые стабильно работают. Вы можете больше не работать, стабильно 30 тысяч рублей вы пожизненно будете получать. Если вам хочется 30, но если вы хотите 500 тысяч, то вам надо 5 лидеров вырастить, которые стабильно, сами зарабатывают от 100 тысяч рублей. Это уже большие филиалы, у которых уже свои филиалы есть, которые уже тоже уже пустили свои филиалы. То есть 5 лидерских веток дает нам доход 500 тысяч рублей. Если эти ветки постоянно работают, в принципе, вам этот пассив обеспечен, коллеги. Около 500 тысяч рублей вам компания будет начислять. Ну, какие-то, может быть, еще, помимо этих 5 веток, еще мелкие веточки есть. То есть тут эти мелкие веточки тоже будут расти, и уже тоже стабильно обеспеченный вам пассив. Понятно, да, Оля? Спасибо, Оля. Все понятно. Ну что, вот прям конкретно я понятно объяснила по поводу пассива. Да, по жизни надо работать, если ты хочешь постоянно увеличивать. А потом все еще зависит от того, насколько быстро ты поработал. Если ты смог 5 людей привлечь на вот этот доход от 100 тысяч рублей, и потом рассказать про этот пассив, да, то, естественно, у тебя быстрее это все пойдет. Ну, кто-то, вот я, например, да, к своему пассиву шла 10 лет. 10 лет. Ну, с другой стороны, все 10 лет где-то работают и не выходят на этот пассив. Я хоть за эти 10 лет вышла на этот пассив. Понимаете? Сейчас, благодаря... Ну, тогда, 10 лет назад, технологии были другие, не было вот этого интернета, не было WhatsApp-чатов, вот этих шаблонов, статусов, ничего не было. Естественно, мы шли медленнее. Сегодня люди приходят сюда, наше сибирское здоровье, и за 2-3 года выходят на мой пассив, на мой доход, на мой товарооборот, на 5 выращенных лидерских веток приходят за 2-3 года. То есть сейчас, коллеги, намного это проще. Не 10 лет. Да, 10 лет я протоптала эту дорожку, и сегодня я вам могу говорить, не идите по этой дорожке. Нет, не нужно это делать. Вот вам шаблоны, вот вам система. Работайте по системе и приглашайте на эту систему тоже людей. Сегодня, коллеги, намного проще. Поэтому сегодня выйти на мой доход намного проще. Вот Алина Хабибулина пришла за 2,5 года, вышла на доход 300 тысяч рублей уже. А я на 300 тысяч рублей 8 лет шла, коллеги. Понимаете? Бузылья Давлетшина пришла и рамка сапфирового бизнес-лидера сделала за 3 года. А я сапфировала 8 лет, коллеги. 9 лет. Через 9 лет я сапфиром стала. То есть сегодня намного проще. Сегодня технологии, сегодня пройденный путь. Сегодня я каждый день делюсь этой историей своей. Мой наставник не проводит эти планерки для меня, понимаете? А я вам все это провожу. И вам просто сегодня нет возможности не расти. Понимаете? Вот, коллеги, если есть вопросы, давайте задавайте. Хотела сказать с утра, только что это будет спринт без свидосов. У нас есть спринт, коллеги. У нас есть еще фокус-группа. Заходите на фокус-группу, делайте ежедневные действия и пользуйтесь всеми шаблонами, которые там выкладывают наши лидеры. Угу. Я так понимаю, что вопросов больше нет. Коллеги, всем желаю успехов. За сегодня, завтра, послезавтра ответить на вопрос, почему я не доделываю, какие тараканы во мне сидят, ответить на все свои тараканы, почему так. У кого еще до сих пор нет списка знакомых, составляем список знакомых, коллеги. Ну все. А, я еще, конечно, хотела бы такую аффирмацию вам дать, да? Коллеги, представьте, пожалуйста, вот сейчас получается у нас октябрь. В октябре мы делаем 5000 баллов, чтобы вступить в программу путешествия. Все, кто может сделать 5000 баллов, обязательно. В декабре у нас программа путешествия. В декабре мы делаем какой-то определенный опять ранг, повышаем ранг, устаканиваем свой ранг. И в январе мы все вместе, все-все-все едем на мероприятие, получать свое признание, коллеги. Все-все-все едем в Москву, в Москве будет мероприятие. Так вот, я вам сейчас хочу вот такую технику порекомендовать. Сегодня, прям, может быть, сейчас, не отходя от кассы, если у вас есть время, если нет времени вечером, в покое сейчас где-нибудь сесть, представьте, пожалуйста, свой момент дебюта в Москве, как мы встретились со всей командой, как мы, может быть, на ужин все вместе пошли, на обед все вместе, как мы обнимаемся, как мы целуемся, как мы фотографируемся, как мы рилсы снимаем, короткие видосики. Как вы выходите на сцену, и вам весь зал аплодирует, что вы молодец в своем 5000-м ранге, в 10000-м ранге, в 20000-м ранге. Коллеги, я вот сейчас, даже, может быть, когда я говорю, представьте это все, я сразу представляю себя, как я с вами обнимаюсь, целуюсь, как мы фоткаемся, как я сижу на первом ряду зала, и в зоне. Вы тоже представьте, где вы сидите, в каком вы наряде, коллеги, в каком вы ранге. Это все обязательно представьте. Представьте, что, каким, что вы сделаете, какую награду вы будете получать, и в каком это все виде будет. Угу. Вот это все визуализацию проделайте, пожалуйста. И все, коллеги, в бой. Я всем желаю хорошего дня, лучшего завершения недели, проанализируйте свою неделю, что вы сделали, а что не доделали, и почему. И все, всем лучших выходных, коллеги. Всех обнимаю, целую. Всем спасибо за внимание. Пока. Еще самое главное, да, я надеюсь, что вы меня слышите и понимаете. Понимаете? Потому что я ведь так много говорю, 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 и я очень надеюсь, что вы меня понимаете. Пока.